Подробнее обсудим с финансистом, профессором высшей школы экономики Евгением Коганом. Он сейчас на связи со студией. Здравствуйте, рады вас видеть. Да, добрый день, добрый день. Итак, дано разрешение на строительство канала «Стамбул», которое соединит Черное море с мраморным. Это позволит увеличить поток российской нефти. Может ли он стать альтернативой Суэцкому каналу, ваше мнение? Вы знаете, я затрудняюсь сказать, может ли этот канал стать альтернативой, потому что все-таки, сами понимаете, решение проблемы Суэцкого канала – это глобальное решение проблемы обхода Африки. То есть для российской нефти – да, это решение. Для, скажем так, мировых потоков, прежде всего из Юго-Восточной Азии, думаю, что не очень. Но, тем не менее, для нас это может быть и неплохой знак, неплохой момент. Так что, знаете, у кого-то проблемы, а для кого-то возможности. Но это всегда так в жизни бывает. Евгений Борисович, Россия – один из инициаторов транспортного коридора «Север-Юг». Насколько может увеличиться транспортировка грузов по этому коридору с учетом того, что временно перекрыт Суэцкий канал? Вы знаете, вопрос немножко даже не в том, что временно, а в том, что все понимают, что это болевая некая точка. Вот есть некоторая, так сказать, точка, которая может быть будущим проблемой. Люди быстро учатся на своих ошибках. Я думаю, что поток железнодорожных грузов резко возрастет. Просто тут еще есть одна проблема. Не забывайте, что в последнее время Китай чувствует себя не вполне комфортно и с Америкой, и с другими странами. Ему нужны альтернативные варианты поставки своих грузов, в частности, в Европу. Поэтому Россия, для него это будет очень неплохая альтернатива. Мы это все прекрасно понимаем. А уж на сколько там процентов, я думаю, что будущее подскажет. Я не знаю. Последний вопрос. Вы как раз говорите о возможностях. Вот нынешняя ситуация. Какие возможности дополнительные открывает для России? Вы знаете, для России, во-первых, если мы говорим про Северный морской путь, то мы же прекрасно понимаем, что он действует не все время. Да, Северный морской путь – это некая альтернатива Суэцкому каналу. Движение грузов, например, из Юго-Восточной Азии, особенно из Кореи, потому что все-таки Корея там посевернее находится, да и, честно говоря, из Северного Китая. Но, к сожалению, это временное решение, то есть имеется в виду сезонное. Для России, тем не менее, это возможности. Ну и второе – это если Россия проложит нормальные автотрассы от Владивостока до Москвы и далее, это тоже будет важный момент. Так что я думаю, что вот эта ситуация может дать толчок некоторому улучшению ситуации с инфраструктурой в России. Так что, еще раз говорю, для кого-то проблемы, для кого-то возможности. Как любой кризис, любая проблема. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ситуацию вокруг перекрытия Суэцкого канала нам комментировал финансист, профессор высшей школы экономики Евгений Коган.